Арбуз богат клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Эта полосатая ягода предотвращает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, повышает иммунитет, стимулирует работу мозга. Даже несмотря на большое количество фруктозы, арбуз можно включать в диету. Ведь этот продукт хорошо выводит шлаки и токсины, что способствует процессу похудения. Правда, чтобы выбрать спелую ягоду, созревшую в естественных условиях, нужно знать несколько правил. При выборе арбузов необходимо обратить внимание на внешний вид. Арбуз должен быть округлой формы, правильной формы, иметь четкую окраску, никаких повреждений не должно быть. Но и на кожуре должно быть пятно, потому что арбузы растут на земле. И вместо соприкосновения с землей, где растет арбуз, проявляется в виде пятна. Причем оттенок тоже имеет значение. Чем он ярче и интенсивнее, тем лучше. Ведь, по сути, пятно – это место, которым арбуз лежал на бахче. И если солнца ему было предостаточно, пятно желтое. Если не хватило, оно остается бледным и белесым. И чем больше солнца, тем слаще мякоть ягоды. При выборе торговой точки для покупки арбуза также стоит обратить внимание, в каких условиях хранится товар. Потребитель вправе попросить продавца показать документы, подтверждающие качество ягод. Торговое место должно быть оборудовано настилами. Оно должно быть под навесом, потому что арбузы и дыни не любят солнечных прямых лучей. Запрещается на рабочем месте разрезать арбузы, продавать арбузы в разрезанном, надрезанном виде пирамидке, чтобы попробовать арбуз. Потому что мы не знаем и не гарантируем, где этот нож разделочный, которым продавец будет вам надрезать, обрабатывался, в каких условиях он мылся и вообще, какими еще продукты надрезали этим ножом. После покупки арбуз нужно вымыть. Лучше сначала холодной проточной водой, а затем теплой кипяченой. Разрезанный плод рекомендуют хранить в холодильнике не больше 12 часов. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».